Приветствую вас! С вами Доминус Фурор и сегодня у нас гайд обзор кастомки Гвардиан Кафина. В данном видеоролике я расскажу как играть в эту кастомку, где добывать те или иные предметы и стратегию прохождения. Суть данной кастомки в том, чтобы выбрать героя, прокачать его и защищать СМ, который находится на вашей базе. В начале игры после выбора героя вы сразу должны пойти на одну из двух башен героев и начать бить ее. При атаке башни вы получаете золото и опыт, которые нужны вам для артефактов. Первый артефакт, который мы сделаем, это сфера, которая крафтится из магазинных предметов. Вверху на картинке вы видите предмет, который нам нужно скрафтить, такая синяя-синяя штука. Она делается из меча, щита, сапожков и кольца. Кольцо и сапожки мы можем напрямую купить в магазине, а меч и щит крафтятся из других мечей, щитов и древа. Всего этого крафта вы видите перед собою. После создания этого предмета нам нужно найти баунти-хантера. Он находится слева от нашей базы. Он дает три квеста, первый из которых на трех больших кабольтов, второй на двух красных урс и третий на голема. За первые два квеста мы получим артефакты, с помощью которых мы сможем улучшить наш синий предмет. А с голема падает специальный лайфстил, который помогает нам фармить и дает аджор. Также на этих трех лагерях вы можете найти мешки с золотом, хилки и, что самое важное, сферы на статы. Сферы на статы нужны каждому герою в зависимости от его характеристики. Если вы силач, то вам нужна сфера силы, если вы ловкач, сфера ловкости и так далее. Эти сферы падают с маленькой вероятностью из красной урсы и со стопроцентной вероятностью из голема. Когда вы ее подберете, вы будете получать по стаку бафа за каждые 150 душ. Души можно получить, убивая крипов или подбирая другие сферы еще раз. Ни в коем случае не выкидывайте сферу, иначе все бафы, которые вы получили из нее пропадут. Также хочу напомнить, что под магазином у вас есть три кнопки. Прокачать хп цемки, прокачать ее хил и прокачать ее броню. При прокачке каждой из характеристик вы будете получать силу за хп, ловкость за броню или интеллект за хил. Также вместо грифа здесь у нас телепорт домой, поэтому нажимая на гриф вы телепортируетесь на базу. После того, как мы все-таки докрафтим нашу синюю штучку из сферы и двух предметов от Баунти Хантера, мы сможем эту синюю штучку превратить в один из четырех эпических предметов. Чтобы превращать эту штучку в наши эпические предметы, нам нужны будут камни. И всего есть пять грейдов каждого из этих предметов. И на каждый предмет нужен разный камень. Чтобы было понятнее, скажу, что если вам нужен один из четырех видов камней, то первый грейд падает с Ограф, второй грейд падает с Тринт Протектора, третий грейд падает с Визажа, четвертый грейд падает с Санкинга, Чтобы его призвать, нужно убить сразу всех зомби, то есть не должно быть ни одного зомби из вот этих вот четырех лагерей, тогда призывается Сандкинг. И пятый грейд камней падает с этого вот дьявола, такого красивого огненного дьявола. Кстати, насчет дьявола, перед тем, как на него идти, вам нужно взять квест у вот этой вот маленькой тёточки, которая стоит как раз недалеко от его логова. Она попросит вас убить дьявола взамен на что она даст вам специальный кусок метеорита, с помощью которого вы сможете призвать следующего босса. С этого босса падает специальный предмет, который по эффекту схожий с ультой СФ, то есть вы нажимаете на него, у всех вокруг уменьшается урон и наносится большой урон, хотя у вас при этом остается очень и очень мало ХП. Ну и последнее, что в этой игре есть, это то, что после достижения сотого уровня вы можете встать на своей бассе на Аегис, на плиту с Аегисом. У вас сбросится уровень на первый, при этом характеристики останутся те же, и вы сможете взять последний квест у свинюшки вверху. Она даст вам просто запечатанный предмет на ваш класс, для каждого класса, точнее для каждого героя этот предмет индивидуален. И если у вас есть никля, а никля делается из сверки, помните я уже сказал про сверки, она делается из сверки, когда достигает сверка 15 бафов стака, она превращается в никлю. Так вот из этой никли как раз и делается ваш классовый предмет. На этом все. Я рассказал вам про все-все-все фишечки, про все способы усилить своего героя в этой игре. Надеюсь, видео вам понравилось. На самом деле, кастомка, как по мне, очень-очень интересная, я сам в нее довольно часто играю с друзьями, потому что реально круто в команде, проходите, это очень интересно и весело. Надеюсь, видео вам понравилось. Ну а с вами был Dominus Furor. Подписывайтесь на мой канал, оценивайте видео, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok